Всем доброе и радостное! Привет! Программа «На пути отношений. Поток первый» стартует прямо сейчас. На пути в отношения. Это удивительная мистерия, удивительный путь от тебя, который сейчас смотрит это видео, до того идеального образа, о котором ты всю жизнь мечтал. Образа, к которому ты стремишься. Образа, к которому каждый день, шаг за шагом ты идешь. И это возможно. Каждый из нас, я и любимая, прошли огромный путь в разных отношениях, ситуациях. Мы прошли огромное количество семинаров, тренингов, мастер-классов по всему миру. Мы учились у лучших учителей и мастеров. Отношения можно выстроить и можно создать такие, какие ты действительно заслуживаешь и те, которые ты хочешь. Для этого на самом деле даже много не надо. Надо пересмотреть свои взгляды на жизнь. Надо посмотреть под другим углом, а что мешает тебе прийти в те самые идеальные отношения, в ту самую идеальную жизнь. О чем ты мечтаешь? К чему ты стремишься? Человеческие отношения. Давайте разбернем сначала матчасть. Что мы подразумеваем по человеческим отношениям? К чему мы вас ведем? Чем мы с вами делимся? Какие качества, собственно говоря, мы наработали? Потому что сейчас существует очень огромное множество программ, которые учат нас отношениям. Программ в стиле, как охомутать мужчину, как завоевать его сердце, как с помощью приемов НЛП или там выстроенного дорогого фасада, выйти выгодно замуж. Вот это все не про нас. Мы этому не учим. Мы этим не делимся. Мы этим не обладаем. Для меня человеческие отношения, отношения мужской, женской паре. Это, прежде всего, пространство для роста. Это пространство для познания себя. Партнер, это не тот, кто решает твои проблемы или что-то еще. Партнер, это идеальное зеркало тебя. То, в ком ты отражаешься, чем же ты на самом деле наполнен. Когда мы живем в своем уединении, сейчас это новое, прям такая большая тенденция жить. У меня все хорошо. Я хорошо зарабатываю. У меня есть друзья. У меня все хорошо. И в этом домике живут сейчас очень многие люди и очень успешные люди. И очень непросто, на самом деле, набраться решимости и выйти из этого хорошо. Потому что да, ты сам собой, у тебя все по твоим правилам, все комфортно, тебя никто не тригирует, тебя никто не отражает, что же там у тебя на самом деле глубоко спрятано между лопатками или как-то еще. И ты такой, ой, да я вообще такой уже весь прокачанный. Я управляю своим состоянием, своими эмоциями. Я вообще клево все, да. Я только не в отношениях, потому что я их боюсь. Потому что как только мы пойдем в отношения, они начинают проявлять. Упс, а что-то это вдруг агрессия из тебя пошла, обиды, претензии. Это не партнером что-то не то. Это все то, что есть в тебе. Когда человек наполнен светом и любовью, то хоть на ногу ему наступи, хоть салат ему на голову надень, хоть что сделай. Он наполнен светом и любовью. Ты его не сможешь спровоцировать, ты его не сможешь стрегировать, потому что в нем нет дырок. А когда есть дырки, то, конечно, партнер подсознательно будет в эти дырки попадать. Большинство пар пытаются научиться жить так, чтобы не наступать друг другу на больную мозоль. Это тема вечных компромиссов, подстроек, перестроек. Люди думают, что это моя особенность, поэтому ты понимаешь, ты просто запомни, что мне нельзя говорить такие слова или со мной нельзя так делать. Ты запомни, ты помни это, ты помни много правил, как со мной общаться, чтобы я не интригировался. Это означает, контролируй себя. Это означает, ты не можешь расслабиться в присутствии со мной. Это означает, ты не можешь быть собой в присутствии меня. Потому что я настолько напичкан детскими травмами, болевыми точками, мозолями, что в какое место как со мной не поступи, мне везде больно, я везде начинаю эмоционировать. Поэтому зачем мне эти отношения? Я вот когда сам с собой, у меня все прекрасно. Так вот отношения, среда отношений, это наиболее благоприятная почва для взращивания себя. Особенно, когда появляются дети. Это прям high level. Я иду туда всю свою жизнь. Всю эту любовь. Прошла огромный путь и готова делиться тем, что уже пройдено. Это тот путь, который не имеет конечной точки. Именно в этом воплощении все закончится тогда, когда я сделаю последний выдох. До того, пока я еще не сделала последний выдох, я буду продолжать учиться, изучать, исследовать. Это бесконечно прекрасно быть одновременно и учеником, и учителем. Мастером, проводником и в то же время научите меня, покажите мне. Всегда допускай, что я чего-то не знаю, а я всегда чего-то не знаю. И позаметьте, как только мы говорим, что я все знаю, мне больше нечему учиться, начинают костенеть кости. Ну окей, нечему так нечему, пошли отсюда, зачем нам здесь быть? Из отношений состоит каждое мгновение, каждая секунда, каждая минута, день и год нашей жизни отношения с собой, отношения с нашими близкими, с нашими друзьями, с нашими родными, с детьми, с мужьями, с женами. Это все отношения. Вся наша жизнь – это про отношения. Конечно, можно сразу идти в отношения и там прорабатываться, но это практически то же самое, как мужчине научиться разделять оргазм и эвакуляцию сразу в партнерстве с женщиной. Практически невозможная задача. И все дао-мастера, мастера, все тантрики, которые передают это качество, которые передают этот навык, все рекомендуют начать тренироваться в сакральной монопрактике. И вот когда ты научился управлять своей ЛК-мышцей, когда ты научился управлять сексуальной энергией, когда в своей сакральной монопрактике ты достиг совершенства, вот тогда ты готов открыться для того, чтобы расшириться и расширить это качество уже встречи с партнером. Конечно, будут нюансы, конечно, будут сложности, но если ты научился это делать в отношениях сам с собой, значит ты обладаешь уже всеми необходимыми ключами. И если ты того желаешь, ты легко начинаешь применять их в партнерстве, особенно когда это осознанное партнерство, когда твой партнер тоже обладает этими ключами. И даже если он не обладает, можно вытащить ситуацию на себе, но я, честно, не рекомендую этого делать. Как, ну я не понимаю, как можно жить в отношениях, когда один любит активный образ жизни, он любит спорт, он любит дышать, гулять, путешествовать, познавать этот мир, а второй любит смотреть телевизор, есть чипсы и сидеть на диване. Какое бы притяжение ни было в этой паре, их интересы их растаскивают. Поэтому мотивация на отношения – одно из базовых элементов вообще успеха всего. Мы об этом будем говорить на одном из этапов. Мы будем выстраивать конструктивную мотивацию на отношения, чтобы потом не было сюрпризов. Ну что сейчас началось-то? Ну нормально же все пыло. Ну что сейчас? Ну зачем это? Чтобы этих историй не было. Можно относиться к жизни философски, можно скептически, можно прагматически. Как угодно. Но жизнь протекает сквозь тебя. В каждом дне, в каждой минуте, в каждой секунде течет жизнь. И то, как мы к ней относимся, то, под каким углом мы на нее смотрим, как мы ее рассматриваем, из интереса – вау, какой прекрасный опыт, какие прекрасные люди, какая прекрасная ситуация, что я должен понять, что я должен осознать в этой ситуации, для того, чтобы она в моей жизни больше не повторялась, если она тебе не нравится. И каким я должен быть, что я должен делать, как я должен смотреть на этот мир, для того, чтобы прийти в те отношения, в ту ситуацию, к той жизни, которую я действительно хочу, к той жизни, которую я действительно заслуживаю. Все это легко. Все это легко, если мы живем не нашей головой, а если мы живем из нашего сердца. Если мы прислушиваемся к тем импульсам, которые подает наше тело, наше сознание, бессознательное, мы можем отделять одно от другого. И мы можем видеть эту жизнь чисто, не накручивая, не накручивая эмоции, не вываливаясь в негатив, не вываливаясь в позитив, когда нас просто несет «Вау!» Или «Все, наша жизнь закончилась, все плохо у меня, все, все, это все вообще ужасно». Это все баланс. Баланс между тобой и тобой. Баланс внутри тебя. На пути в отношения мы разберем все элементы, с которых состоит жизнь, с которых состоят отношения. Мы подумаем, посмотрим на то, чего действительно на самом деле хочет каждый из вас. К чему он хочет прийти. От чего загорается его вдохновение и горит его сердце. Загорается внутри огонь. Появляется желание, появляется действие. Я готов встать и идти делать. Вот он ключ к успеху. Желание. Желание жить. Желание любить себя. Принять себя таким, какой ты есть. Каждый из нас на этой планете уникальное существо. Второго такого человека, как ты, просто не существует. Да, он может быть очень похож. Пример, близнецы. Да, они очень похожи. Они абсолютно разные. Всегда разные. Не бывает двух одинаковых людей. И приняв свою индивидуальность, свою уникальность, осознав свою ценность, осознав свои желания, осознав, чего на самом деле хочешь ты, очень легко туда прийти. Через тело, через здоровье, через наполненность, через эмоциональную стабильность, через понимание, как устроен этот мир и фокус на том, чего ты желаешь. И отбросив всю шелуху, которая мешает прийти в те самые гармоничные и развивающиеся отношения. Подготовительный этап. Чтобы случилась та самая глубинная трансформация, из которой можно будет выпрыгнуть из всех этих штанишек, подняться над своим муравейником. Да, вот пока мы в муравейнике, мы идем по проторенным дорожкам. Невозможно ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед. Идти быстрее нельзя, потому что там другой муравей. Отставать нельзя, потому что другой муравей влево, а вправо, потому что другой муравей. И вот находясь в этих течениях, очень сложно совершить трансформацию. Как минус первый треугольник Карпмана. Спасатель, жертва, контролер. Спасатель, жертва, контролер. Спасатель, жертва, контролер. Да, и вот можно десятками лет играть в эти игры. даже осознавая свои роли, не иметь возможности совершить трансформации, потому что нужно выпрыгнуть из этих штанишек, подняться над муравейником. И когда мы поднимаемся над муравейником и сверху вниз смотрим на себя, начинаем осознавать, какими ниточками из коллективного бессознательного, из рода, от родителей, из эго, из больных историй, из травм, мы когда начинаем это видеть в себе, вот тогда мы получаем доступ к пульту управления, чтобы это трансформировать, рассоздать, переписать. И никто эту работу за тебя не сделает, извне никакой коуч, никакой психолог, никто в жизни не сможет за тебя это сделать. Приведу пример про мой третий шейный позвонок. Эта травма произошла, видимо, в детстве, может быть, когда я упала с высоты, или может быть, еще раньше, в начале своего пути я начала с того, что начала выстраивать тело. Третий шейный позвонок стоял мне на месте, я иду к мануальщикам, я иду к остеопатам, они расслабляют, ставят позвонок на место, проходит месяц-два, он снова выходит. Потому что внутри есть определенная ментальная конструкция, которая его назад стягивает. Определенные поведенческие особенности, реакции, мышления, эмоции возвращают его назад. И это продолжалось какое-то количество раз. Вот когда я зашла внутрь своих ментальных конструкций, когда я их рассоздала, когда я их переписала и трансформировала, то в один прекрасный день, просто парясь в бане и что-то там прокручивая свою шею, я поставила на место свой третий шейный позвонок. И он теперь там стоит, любимая. Тебя оттуда не выскакивает. Это уникальная программа, это симбиоз опыта, это симбиоз знаний лучших мастеров планеты, лучших учителей планеты. Но ни один учитель не может прожить твою жизнь за тебя. Мы как мастера дадим ключики и подсветим те моменты, на которые, обращая внимание, можно сделать жизнь проще, лучше, ярче, красочней. И счастливее. Но твоя задача увидеть, распознать, сконцентрироваться и просто идти. Идти из сердца. Идти из внутреннего желания жить. Идти из внутреннего желания, из жажды. Проживая каждый день, каждую минуту, каждую секунду из наполненности, из любви, из гармонии, из вдохновения. Наша задача – показать, как это можно делать. И тогда вот те самые далекие отношения, мечты, которые могли случиться через год, через два, через пять, через десять лет, притягиваются. Потому что ты радостный, наполненный, вдохновенный. Ты вибрируешь на той чистоте, эмоциональной, физической, ментальной. Когда ты готов пустить в свою жизнь других людей, в другие ситуации. Когда ты готов наполнить свою жизнь тем, чего ты действительно хочешь, чего ты действительно заслуживаешь. Так вот мы вас с Даниилом поведем таким путем, чтобы вы все свои позвонки поставили самостоятельно. Как это сделать? Мы будем передавать ключи. Но это ключи. И только твое желание, только твоя тотальность будут вставлять эти ключи в свои замочки и открывать их. Иногда, когда мы вставляем ключ и поворачиваем замок, он заржавел, он скрипит. Его надо смазать любовью, нежностью, лаской. Внимание. Мы дадим свое любящее присутствие, конечно. Мы поделимся с вами энергией, конечно. Мы для этого работаем с лучшими мастерами сейчас здесь на Бали. для того, чтобы наш энергопотенциал был достаточен, для того, чтобы каждый из вас, кто в этом нуждается, открытый этому, смог это взять. У нас это есть. Каждое отношение — это либо тяжелая работа, либо прекрасная игра, наполненная новым смыслом. И я тебе желаю, и я в тебя верю, у тебя получится, что ты можешь жить эту жизнь играючи. Для чего вообще весь этот этап? Этот этап для того, чтобы запустить очистительные процессы в теле, для того, чтобы как раз поднять тот самый энергопотенциал, который поможет тебе выпрыгнуть из твоих штанишек. Пока мы в них, мы не можем ничего сделать. Даже осознавая, даже понимая, мы не можем изменить свои реакции. Даже, да я не хочу плохо думать, я плохо думать не хочу, я не буду плохо думать. Думаю, я продолжаю плохо думать. Потому что все, вот это вот, она жесткая конструкция. Поэтому первое, на чем у нас сейчас направляется наш фокус, это на здоровье. Потому что только в здоровом теле здоровый энергопотенциал. Если тело больное, если тело еле передвигается, у него не хватает сил на элементарные какие-то вещи жизни и деятельности, ни о какой трансформации речи быть не может. Просто невозможно. Поэтому здоровье и здоровье физического тела, которое достигается через базовые элементы. Сон, еда, дыхание, сексуальная, физическая активность, вода. Вот когда эти элементы вы делаете согласно вашему аватару, вы будете здоровы. Другому быть не может. Мы знаем о том, что на самом деле идеальных, идеальных, идеальных отношений просто не существует. Существует танец двух людей. Чем проще, чем легче эти люди относятся к жизненным урокам, к жизненным ситуациям, к друг другу, тем легче, проще, веселее и радостнее они проживают эту жизнь. Они могут идти играючись, взявшись за руки. Да, в любой семье, в любых отношениях это тоже некий постоянный процесс, в котором мы танцуем. Но мы можем, танцуя, наступать друг к другу на ногу, толкать, высказывать какое-то недовольство. А можно сонастраиваться, чувствовать друг друга и идти в резонанс. В резонанс друг с другом, в резонанс с жизнью, в резонанс со временем. Мы все это можем. И у тебя это все получится. Ментальное здоровье. Что за мысли тут вообще в голове? Кто их выбирает? Кто в них зависает? Позитивное мышление это показатель здоровья. Эмоциональное здоровье. В каких эмоциях мы живем? Проживание себя в нейтрально положительных эмоциях это показатель здоровья. Обратите внимание сейчас любимые. Мне так хорошо! Мне так классно! Это другая сторона, когда... Мне так было! Мне так ужасно! Здесь такое стихотворение мне нравится. Ох, как прекрасно! Как прекрасно стало все! И потом опять ужасно, ужасно стало все! А потом бах! И прекрасно, и снова прекрасно стало все! Но опять ужасно, ужасно стало все! Вы знаете, заваливание – это не эмоциональное здоровье. Эмоциональное здоровье, когда мы живем нейтрально, положительно окрашенно. Это как есть волнение, волны на поверхности, а есть глубинное течение. Его нельзя увидеть в взгляду. Так вот мы пойдем в глубину, настолько, насколько это возможно. Программа построена таким образом, что мы смотрим и разбираем взгляд мужской. Это одна полярность и взгляд женский. Потому что все эти вещи, они очень-очень разные. Мужчины проживают себя, проживают свои эмоции, проживают свои чувства особенно. Женщины проживают все то же самое по-своему. И программа построена таким образом, чтобы, во-первых, сгармонизировать в тебе и мужскую часть, и женскую часть. И для того, чтобы лучше понимать мужчин, если ты женщина, и лучше понимать женщин, если ты мужчина. Потому что это очень-очень важно. Как смотрит мужчина на этот мир, как он его чувствует, как он его проживает, и что для него важно в отношениях. И женщина, кто такая женщина? Какая ее миссия, функция? Не просто рожать детей. А как эти две полярности могут жить в балансе и гармонии? Как они могут взаимодействовать, не сталкиваясь лбами и не пытаясь конкурировать друг с другом, а жить, перетекая из одного состояния в другое? Психологическое здоровье и энергетическое здоровье будут вытекать из здоровья вот этих тел. Какой же, как произволь, производная. Поэтому, что раньше, курица или яйцо, не знаю, у каждого свой путь. Одному сначала надо с энергетикой работать, другому надо сначала с эмоциями работать. Мы будем идти тем путем, у каждого свой канал. Кому-то визуально непонятно, кому-то аудиально непонятно, кому-то кинестетически более понятно. Мы будем использовать в своих заданиях, в своих текстах, в своих лекциях все виды каналов. Чтобы ты выбрал, чтобы ты услышал, чтобы ты почувствовал, чтобы ты увидел, как это сделать, как это применить, как это инсталлировать в свою жизнь, легко и просто. Находясь в балансе и в гармонии с самим собой, мы проживаем и будем проживать эту жизнь из другого состояния, из другого качества. И как только мы поднимемся над всеми этими историями, детскими болезнями, претензиями, травмами, агрессией, болью и злостью, отпустим ее, проработаем, мы с этим будем работать. Мы увидим под другим углом, с другой позиции, с другого уровня, посмотрим на нашу жизнь. Я тебе говорю, она очень интересная, увлекательная и она радостная, наполненная вдохновением, любовью, гармонией. И можно эту жизнь проживать из любви. До новых встреч на курсе!